Ребята, всем привет! Сегодня я хочу вместе с вами сделать порядок на своем рабочем столе. Давно я этим не занималась и решила сегодня сделать это и как раз показать вам мой рабочий стол, потому что многим он интересен. Ну, наверху давайте начнем с шарика. Вот такой вот шарик, кстати, вы не поверите, этому шарику два года, даже больше, наверное, двух лет мне его подарили на день рождения. И он вообще не сдувается, он такой плотный, как будто бы его только накачали. Это кукла из Сочи, это, кстати, кукла Милашкина, но почему-то ее посадили вот сюда и здесь она стоит. Не знаю почему, но пусть сидит дальше. Она, в принципе, не мешает. Также у меня на второй полочке стоят вот такие вот светильники, но, по-моему, ни один из них не светится. Этот не светится и этот тоже елочка не светится. Кстати, елочку нужно будет, батарейки в елочке поменять. И совсем скоро Новый год, да, да, совсем скоро. И, в общем, нужно поменять будут батарейки, чтобы она светилась. Кстати, сейчас надо посмотреть, может, у нас есть такие батарейки. Сейчас посмотрю и к вам вернусь. А вот эта вот башенка, это башенка из FixPrice. Вот, у меня есть вот такой вот набор батарейок, правда, он уже заканчивается. И этот набор тоже, кстати, из FixPrice. Но для елки здесь батареек нет, потому что здесь такая большая прям батарейка. А для эфелевой башни я еще не знаю, сейчас посмотрю. О, смотрите, я нашла, я сделала. Кстати, здесь было три батарейки вставлено, а я вставила две батарейки. Не знаю, видно вам или нет, но она светится, эта эфелевая башня. В темноте вообще круто светится. Стаканчик вот такой вот яч, наговоря, не знаю, зачем я его вообще покупала. Он синий, не подходит вообще в эту комнату. Но просто в тот момент, когда я его покупала, мне очень хотелось такой стаканчик. Мне было все равно, какого он цвета. И это стаканчик из магазина Подружка. Также здесь письмо, подтверждающее, что у меня на канале 100 тысяч подписчиков от YouTube. Это пришло вместе с кнопкой. У меня кнопка стоит в другой стороне, а письмо стоит на рабочем столе. Так, это доллар. Так, здесь фотография. Здесь, кстати, еще две фотографии есть. Как бы тут одна фотография. Так, не падай. Вот такая вот фотография. Здесь мы с милашкой и с Хлоу Китти. Это мы в Меке фоткались тоже уже давно. Милашка тут еще такая мелкая. Ангелочек. А, этот ангелочек не светится, я думала он светится. Такая прикольная сатуэточка ангелочек. Мне нравятся очень крылышки. Масынка. Кстати, это новогодняя игрушка. Я уже так хочу Новый год наряжать елку. Украшать рабочий стол к Новому году. Ну и, в принципе, всю квартиру. Так хочу Новый год. Кстати, пишите в комментариях, кто тоже хочет Новый год. Также у меня здесь вот такая вот большая фоторамка. Здесь меняются блестки цвет. Блесток. Ну, как бы здесь должны быть мои фотографии, но так как мне все время лень их распечатать или нет времени, поэтому здесь картинки, которые, в принципе, и входили в набор вместе с этой фоторамкой. Но я уверена, что совсем скоро я распечатаю свои фотографии, и на этой фоторамке появятся мои фотографии. Здесь у меня сверху еще гирлянда, кстати, которая еще светится. Новогодняя гирлянда. И здесь сердечки. Пока гирлянду убираем, потом я повешу ее по-другому. Ну, и, в принципе, наверху все. Пустая полка. Сейчас я вытру пыль. Ну, и расставляем все обратно. Ну, и переходим к следующей полке. На этой полке у меня вот такие вот стоят светильнички. Они, кстати, светятся классно. Один светится вот так вот. Вот, смотрите, сейчас видно, что сейчас он светится оранжевым цветом, и цвет меняется. Сейчас, смотрите. Раз, видите, розовеньким таким фиолетом засветился. И вот такой вот еще ночник, светильник. Тоже меняет цвет. Немножко другая форма и другие цвета. В общем, вот такие вот классные светильники. Они мне очень нравятся. Они такие мягкие. Вот этот светильник мне подарили на Новый год. Кстати, он с Икеи. А этот светильник вообще милашкин, но стоит на моем рабочем столе. Но светильники вообще классные. И главное, их заряжать нужно... Ну, я их заряжала, наверное, всего два раза за два года. То есть раз в год. Хотя достаточно часто я ими пользуюсь. Также на этой полке лежит косметика, с которой я вчера снимала видео. Тестировала эту косметику из магазина Галамарт. Кто, кстати, не видел это видео, переходите по ссылочке в описании на мой второй канал Beauty Lica Life. И там я тестировала вот эту косметику. И смотрите, что мне понравилось, а что нет. А косметику эту надо, кстати, убрать. Потому что здесь она вообще не в тему. Также здесь стоит моя колонка. Кстати, колонка в последнее время я пользуюсь очень редко. Раньше я ее пользовалась, когда делала уроки. Вечером, ночью. Ну, а сейчас я уроки делаю утром. И как-то, не знаю, не пользуюсь этой колонкой. Поэтому сейчас, на данный момент, я пользуюсь колонкой только когда именно принимаю ванну. Лежу в ванной с пеной, с бомбочками. Вот тогда я включаю эту колонку. Также здесь вот такой цветочек от моего торшера, от моего светильника, где написано Lica Life. Раньше у меня там был цветочек, сейчас я поставила звездочку и сердечко. Так что цветочек надо убрать. Здесь две свечки. Ой, вот эта вот свечка вообще какая-то пыльная, уже грязная. И вообще ее уже много раз пользовались, видно. Поэтому эту свечку я убираю здесь. Вот эта свечка с запахом пломбира, просто офигенная, очень вкусно пахнет. Эта свечка из Икея, кстати, та тоже, по-моему, из Икея, если я не ошибаюсь. Но вот эта свечка просто обалденная. Та свечка вообще не пахнет. Также здесь зеркало и увеличительное. Я им пользуюсь, когда снимаю или видео на бьюти-канал, или крашусь, когда ванная занята. Потому что у нас бывает такое, что мама ванной красится, а мне тоже нужно краситься. Поэтому я крашусь иногда здесь, и вот как раз для этого мне и нужно это зеркало. Открытка. Кстати, эту открытку вообще притащила Милану сюда, ее тоже надо убрать. Этот кубик тоже из Миланина игры. Кстати, мы его искали, и вот мы его нашли. Иногда полезно делать порядок. Ароматические палочки. Эти палочки, по-моему, кстати, из Сочи. Мы когда снимали на Миланкин канал видео, покупки фикс-прайса или подарки с фикс-прайса, что-то типа такого снимали. И вот Милана мне купила вот такие вот палочки ароматические. Здесь 30 штук с подставкой, и вот еще что-то у меня тут осталось. Пульт для ночника. Мои наушники. Этот пульт, кстати, от лампочки, которая меняет цвет, которая стоит у меня в люстре. Но этим пультом я не пользуюсь. У меня, как вы заметили, наверное, очень много разных статуэток на рабочем столе. Еще у меня вот такая вот статуэточка есть. Собачка такая пушистая. Очень приятная. И, кстати, это собачка из Викс Прайс. Но она такая классная. У нее такая прикольная шорстка. И хвостик гнется еще. Также у меня здесь еще есть вот такая вот статуэтка. Это, кстати, тоже новогодняя игрушка. Новогодняя совушка. Она такая классная. Она из пенопласта. Но она такая мягкая. Здесь у меня такой хвостик из перьев. В общем, такая кайфовая вообще игрушка. И она у меня стоит и украшает мой рабочий стол. Ну, а здесь школьные принадлежности. Стаканчик с моей канцелярией. Здесь, кстати, не вся канцелярия, а самая необходимая. Но она не влазит в этот стакан, потому что очень много здесь необходимой для меня канцелярии. И моя любимая точилка. Зачем эта точилка, не знаю. Потому что у меня механический карандаш. Она мне просто очень нравится. И пусть стоит. Ну и... Ой. И моя фотография. А, ну и гирлянда, которая тянется со второй полки и на сам стол. Вытираем здесь пыль. Единственное, вот эта солнышка очень плохо стоит. Ее всегда нужно ставить под что-то, чтобы ее держали сверху. Ну и остался у меня, в принципе, сам стол, где стоит у меня ноутбук и где я, в принципе, делаю уроки. Здесь у меня много файлов с домашними работами. Смотрите, сейчас покажу вам, кстати. Мой проект стоматологии. Типа, что нужно, чтобы открыть стоматологию. Сколько денег на это уйдет. Здесь вот мои расчеты. Это оборудование. Оборудование у меня в миллион семьсот вышло. Персоналу, зарплату я плачу 420 тысяч в месяц. Ну, в общем, такие вот расчеты. И вот мой логотип моей стоматологии. Стоматология, кстати, называется Breakout. Не знаю почему. Но я вот как-то так решила назвать свою стоматологию. И, кстати, нужно было сделать еще рекламный ролик своей стоматологии. Я его уже сделала. И это домашняя работа, как зачетная будет даже работа, по технологии. То есть защита своего проекта и тестирование будет. Ну, и также здесь еще по ОБЖ, термины по технологии. Вообще много разных работ, которые мне нужно будет выучить. Но я, кстати, половину выучила. Также на моем рабочем столе стоит вот такой вот гномик. И это, кстати, гномик тоже новогодний. Ну, блин, ну скажите, он классный. Ну, как его можно убрать? Ну, посмотрите, какой он классный. У него ножки свисают. Вот это так классно. Здесь стоит набор кисточек. Ну, честно говоря, этими кисточками я практически не пользуюсь. Потому что, как я говорила и говорю всегда, то, что я люблю наносить косметику и макияж с пальцем. Поэтому особо кисточки мне не нужны. Статуэтка Ананас Айнак тоже, кстати, из Фикс Прайс. У меня, на самом деле, очень много статуэтов, которые из Фикс Прайса. Ну, они там просто реально, на самом деле, крутые. Мне очень нравятся там статуэточки. И ананасик моя любимая статуэтка. Я его просто обожаю. Ну, здесь мой светильник, на котором написано Anika Life. Ну, и здесь еще стоит вот такая вот корзинка, которой просто не подойти, потому что здесь очень много проводов. Ну, блин. Я часто, кстати, делаю в этой коробочке порядок. Но через неделю опять происходит вот это, потому что, как покажет практика, никто не сворачивает провода в какие-то там специальные штучки, не закручивает их, а просто так вот кидает. И, в общем, что-то вот такое вот получается. Ну, и, в принципе, здесь мой ноутбук стоит, мышка и коврик, чтобы не пачкался стол. Ну, и все. Ну, и гирлянда лежит, про которую я уже вам говорила. Ну, вот как-то так и выглядит мой рабочий стол. Я тут, кстати, выставляю обратно все вещи, все мои сатуэточки. И вспомнила, что я вам не сказала про зарядку, которая у меня встроена в стол. Это беспроводная зарядка. И она тоже языке. Кстати, очень удобно. Нигде не торчит, нигде проводов никаких нет. Просто положила телефон на стол, и он заряжается. Вообще суперская вещь. Ну, вот и все. Вот мой и порядок на рабочем столе сделан. Я, кстати, убралась в этой корзинке. Теперь ничего не вываливается из нее. Теперь здесь все аккуратненько сложено. Посмотрим, сколько это продержится. На самом деле, я уверена, что это больше двух недель не продержится. Дальше будет все опять так валяться, вылазить все, выпрыгивать оттуда. Но, по крайней мере, сейчас там все красиво сложено. Ну, и вот, в принципе, и все. Вот он мой рабочий стол. Я надеюсь, вам было сегодняшнее видео интересно. Не забывайте про лайки. Если кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ну, а на этом всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok